Любовь к Родине передается от сердца к сердцу. Любовь к Родине передается от сердца к сердцу. Военно-патриотическому воспитанию молодежи и перспективам сотрудничества в год 75-летия Великой Победы была посвящена пресс-конференция на информационной площадке агентства Интерфакс. О совместной работе ДОСАОФ России, Движения ЮНАРМИ, Ассоциации объединения офицеров запаса Мегапир и планах на будущее журналистам рассказали представители этих общественных организаций. Открыл пресс-конференцию начальник главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения ЮНАРМИ, летчик-космонавт, герой России Роман Романенко. Благодаря совместным усилиям мы смогли увеличить численность юнармейцев более чем в два раза. Сейчас в рядах движения уже 590 тысяч мальчишек и девчонок. Наши границы расширились, теперь мы имеем юнармейские отряды уже в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Армении, Южной Осетии и даже в Соединенных Штатах Америки, в Вашингтоне, сказал начальник главного штаба движения. Было отмечено, что все участники военно-патриотических клубов ДОСАО в соответствующего возраста в 2019 году надели аллайбереты. Укрепляется взаимодействие юнармейцев ДОСАО в сфере подготовки молодежи к военной службе. Юнармейцы стали постоянными участниками Дней призывника в региональных организациях. В этом году заключено 16 соглашений о сотрудничестве между нашими региональными штабами и центрами подготовки к военной службе ДОСАОВ. «Таких соглашений уже 57. И мы эту совместную работу продолжаем», — сообщил Роман Романенко. Рассказал он и о комплексе совместных мероприятий с Ассоциацией Мегапир и ДОСАОВ, проведенных в рамках юнармейского лета 2019 в оборонно-спортивных, оздоровительных и детских летних лагерях региональных отделений общества, а также во всероссийских детских центрах. Буквально на прошлой неделе в Артеке началась последняя в этом году профильная смена юнармеец. Это 200 подростков из 44 регионов России и 3 стран СНГ Киргизии, Казахстана и Армении. За три недели ребята отточат свои навыки в строевой, туристической, тактической, огневой и медицинской подготовке, пройдут психологическую подготовку и школу выживания. Важно сказать, что в 2019 году яркими и веселыми каникулы стали для 115 тысяч мальчишек и девчонок. В общей сложности в этом сезоне юнармейского лета, который гораздо длиннее календарного с апреля по декабрь, было запланировано свыше 1800 лагерей. Более тысячи ребят отдохнули на четырех федеральных площадках «Этасмена», «Орленок», «Океан» и «Артек». 33 тысячи юнармейцев оздоровились на базе региональных и муниципальных лагерей. По всей стране их было больше 370. В этом году юнармейцев ждут еще несколько интересных проектов. Прежде всего это КВН. Уже на следующей неделе в Центральном доме юнармии распахнет свои двери школа клуба веселых и находчивых. Завершая свое выступление, Роман Романенко напомнил, что юнармейцы стали непременными участниками военных парадов, народных шествий, таких как Бессмертный полк и Георгиевская лента. В этом году в День Победы в общем строю в 28 городах прошли свыше 23 тысяч юнармейцев. В Народном шествии Бессмертный полк в городах и других населенных пунктах участвовали более 265 тысяч юнармейцев. В авиационных организациях ДОСАВ по программе общеначальной подготовки парашютистов прошли обучение более 10 тысяч юношей и девушек. С сентября текущего года по апрель 2020 совместно с Общероссийской организацией ветеранов вооруженных сил Мегапир и ДОСАВ России мы проводим всероссийский конкурс на лучший юнормейский отряд по военно-патриотической работе и лучший поисковый отряд. Итоги подведем в апреле следующего года в форме акции у Кремлевской стены. К юбилею Победы будет активно продолжена работа по присвоению почетных наименований региональным и местным отделениям, юнормейским отрядам, поделился ближайшими планами лидер движения, который в свою очередь напомнил еще об одном важном направлении шефской помощи. Мы пошли по проверенному пути тимуровцев закрепляем за участниками Великой Отечественной войны целые юнормейские отряды. Фронтовиков осталось немного самым молодым уже около 95 лет. Здесь важно не только участие юнормейцев в официальных мероприятиях по вручению наград, поздравлений и подарков ветеранам, но и оказание им реальной помощи, к примеру в быту. У нас даже проект есть называется «Миллион добрых дел». Он многогранный, предусматривает помощь как участникам Великой Отечественной, так и детям войны, пожилым людям, ветеранам боевых действий и военной службы, воспитанникам детских домов. Обсудили на пресс-конференции и еще один пласт работы благоустройства воинских захоронений. Этому важному делу посвящена акция юнормейцев и российского военно-исторического общества «Верни герою имя». Кроме того, вот уже несколько месяцев юнормейца следует дорогой памяти. Так называется проект Министерства обороны и ассоциации «Мегапир». К следующему дню победы в парке «Патриот» откроется уникальная мультимедийная галерея с одноименным названием, в рамках которой будет создан единый информационный массив с данными обо всех участниках Великой Отечественной войны. Знаковым событием, приуроченным к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, станет и торжественное открытие главного храма вооруженных сил РФ. Последней информацией о ходе его строительства с журналистами поделился заместитель председателя Общественного совета пременобороны РФ, председатель Совета Национальной ассоциации объединения офицеров запаса вооруженных сил «Мегапир», генеральный директор благотворительного фонда «Воскресенье» Александр Коншин. На сегодняшний день на строительство храма собрано около 3 миллиардов рублей. В свою лепту внесли порядка 80 тысяч жертвователей. Нужно понимать, что переводы часто являются коллективными, а это значит, что сотни тысяч человек приняли посильное участие в строительстве храма. Поистине народная помощь, сказал Александр Коншин. В поддержку возведения святыни фонд «Воскресенье» проводят патриотическую акцию «Мы наследники победы». Около полутора тысяч материалов о фронтовом пути своих родственников направлены на сайт благотворительного фонда под девизом «Расскажи историю своих предков». Акция вызвала большой и искренний интерес как у граждан нашей страны, так и у жителей ближнего зарубежья. Отметим, что активное участие в акции принимают представители ДОСАО «Фьюнармии». Удивляют работы школьников, которые проявляют неподдельный интерес к героическому прошлому своих предков, к мельчайшим деталям их боевого пути. Председатель ДОСАО «Фроссии» генерал-полковник Александр Калмаков рассказал, что общественно-государственная организация, которую он возглавляет, не первый горд сотрудничает с ветеранскими и молодежными организациями в деле военно-патриотического воспитания. «Совместная работа дает результаты», отметил Александр Калмаков, подтвердив сказанное впечатляющими цифрами. По его словам, среди более чем полумиллиона юношей и девушек, объединенных под флагом движения, 30 тысяч из Ассоциаций военно-патриотических клубов ДОСААФ. Кроме этого, продолжая тему юно-армейского лета, председатель оборонного общества подчеркнул, что в этой работе участвовали 577 оборонно-спортивных оздоровительных лагерей. Второй год подряд реализуется проект «Юно-армейский десант-2019». В авиационных организациях ДОСАЛОВ России за это время прошли обучение по программе общеначальной подготовки парашютистов более 10 тысяч юношей и девушек. Совершено 7800 прыжков с парашютом. Команда ДОСАЛОВ «Юно-армейцы» принимает участие в армейских международных играх. В этом году на юно-армейских площадках армии 2019 в ходе всех этапов выступили более 74 тысяч юно-армейцев ДОСАЛОВ России. Что же касается совместных планов на 2020 год, то их масштаб свидетельствует о большом масштабе военно-патриотической работы по всей стране, благодаря которой закладывается фундамент для будущего поколения строителей и защитников Отечества. Жанна Юсубова, «Красная звезда». Субтитры создавал DimaTorzok